Мне предложили коллеги вот такую тему Нейхирургическое лечение атеросклероза брахиоцефальных артерий Ну, имея в виду, наверное, фармакотерапию Я-то, как терапевт и кардиолог, исхожу из того, что Номер один – это здоровый образ жизни Лайфстайл А затем уже фармакотерапия А затем, кому повезет, уже хирургические методы исследования и коррекции Итак, я хотел бы обратить ваше внимание на следующее Мы формально ориентируемся на рекомендации российские Которые основаны на европейских последних 2011 года Наш пересмотр 2012 года И частично на американских И вот формально здесь все довольно просто Надо исходить из того, что у каждого пациента Мы должны рассматривать уровень по классу И по, собственно говоря, уровню доказательности Конкретного метода лечения Это очень важно подчеркнуть Потому что мы иногда путаемся Когда нужно без особых рассуждений применять фармакотерапию А иногда есть место, как у нас предпочтает, для дискуссий Класс 1 полезно и эффективно по общему мнению То есть рекомендовано и показано Ну практически без раздумий Класс 2 есть свидетельство в пользу Точный перевод Это должно быть рассмотрено То есть доктор обязательно должен этот вопрос рассмотреть О конкретном препарате Класс 2b может быть рассмотрено То есть полное право имеет на усмотрение врача Решить, какой препарат применять или вообще применять или нет Класс 3 неэффективно Уровни тоже важная вещь Особенно уровни А и С Потому что А это когда данные нескольких рандомизированных исследований А С это когда соглашение экспертов имеет место В тех случаях, когда невозможно проводить Или нет времени проводить большие рандомизированные исследования Я специально на этом остановился подробно Для того чтобы, когда мы держим с вами 50-страничные гайдлайнс в руках Мы должны даже по цвету иметь в виду, на что нужно ориентироваться И вот пару слайдов, которые я хотел бы продемонстрировать Для того предмета, о котором сегодня идет речь Вот в наших национальных рекомендациях Одним из создателей которых я имею, быть честь 8-10 пункт Больные с забыванием периферических артерий Ну в частности в эту же группу И входит атеросклероз каротидный Посмотрите Класс везде 1 С Экспертное заключение Терапия с татинами рекомендуется для предупреждения Прогрессирования аневризма атеросклероза Генеза абдоминального отдела аорты Я вот хочу облегчить задачу синхронистам Тут все написано, я только читаю И это, конечно, мы должны хорошо все с вами знать Препараты выбора для пациентов с атеросклерозом периферических артерий Подчеркну сразу Комбинация статин Никотиновая кислота Комбинация статин и зитрол В настоящее время Ну почти уже доказано Можно считать Как минимум не более эффективно Чем монотерапия с татинами Сейчас практически уже этот вопрос решен Итак, монотерапия Для замедления прогрессирования сонных артерий Тоже уровень доказательности А То есть несколько крупных рандомизированных исследований Что касается пациентов с инсультом Во-первых, ясно сейчас, что существует взаимосвязь Между дислепидемией и развитием ишемического инсульта А также и ТИА Поэтому у пациентов с атеротромботической природой инсульта Статина эффективна Геморрагический инсульт Противопоказания Рекомендации Посмотрите Класс 1 Уровень А То есть сомнений Вот на сегодняшний день нет Поэтому Вот наша связь с хирургами В рамках данной клиники Она очень тесна, плодотворна Потому что фактически мы все говорим на одном языке Итак, пациентов с высоким риском Рекомендуется статина для достижения целевого уровня Целевым уровнем считается Сегодня мы видели это на слайде Я все еще заметил у нашей финской коллеги 1,8 Как для больных Для больных очень высокого риска Миллимоли на литр лип протеидов низкой плотности Но действительно по американским рекомендациям сейчас Достаточно снизить как минимум на 50% базальный уровень Если мы это сделаем, то можно не достигать целевого значения И, конечно, статина рекомендуется назначать пациентам Перенесшим ишемические инсульты лития Обусловленные атеросклеротическим поражением церебральных артерий Кстати, во всех европейских и американских рекомендациях Фигурирует атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание Вот какой термин А не конкретно ИБС и так далее И вот подтверждение последних два слайда Посмотрите, исследуем метеор по розовую статину На уровне малого прогрессирования Астероид исследования Большой стеноз И там, и там абсолютно доказано Что эффективное лечение статинами Исследование было Орион По которому показали, что даже снижается ядро бляшки И вот это конкретная картинка Из исследования на сонных артериях розового статина Посмотрите, в течение двух лет Без статинов Монотонное увеличение толщины комплекса интимомедия На фоне розового статина Высоких доз Не только стабилизация, но и снижение Вот вам все доказательства Спасибо за внимание На сегодняшний день принято считать Что медикаментозная терапия Эффективна лишь на ранних стадиях Атеросклеротического поражения внутренних сонных артерий В качестве средства профилактики осложнений А также как необходимое дополнение К хирургическому лечению пациентов В ближайшем отдаленном послеоперационном периоде Что же касается лечения Развернутых форм атеросклероза Внутренних сонных артерий То на сегодняшний день принято считать Что эффективных схем медикаментозной терапии Не существует Но вместе с тем Появляются такие исследования Скажем как Аверт Где сравниваются эффективность и безопасность Коронарной ревосклерозации Правда без стентирования С пациентами Которые получают высокие дозы Скажем атеросклероза в дозе 80 мг И эти исследования показывают Что терапия атеросклероза в такой дозе Оказывается может быть альтернативной Тем пациентам К которым выполнялась Коронарная ревосклероза Мой вопрос состоит в том Как вам кажется В среднесрочной перспективе Можно ли ожидать Что медикаментозная В данном случае мы говорим О холестеринснижающей терапии Статинами Может в ближайшем обозримом будущем Быть альтернативой Ревосклероза Хирургической Открытой Либо эндоваскулярной Спасибо Слышно да Потому что я хочу обязательно Чтобы вы услышали Я считаю что нет Альтернатива не может быть Естественно А вот Фармприкрытие Любых инвазивных мешательств Включая и антитроматическую терапию И так далее Абсолютно необходимо Что касается Альтернативы Были такие указания Но они На сегодня не подтвердились Я уже не буду говорить Это было почти 10 лет назад И не надо забывать Главное Конечно Вы все должны это помнить Атернативы Атернативы Это системное заболевание В этом году он у вас с инсультом В следующем году будет с инфарктом Поэтому надо лечить таким образом Спасибо 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 Спасибо